МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, земляки! В эфире программа Студия 11. Наш сегодняшний выпуск – это сплошное вдохновение. Мы напитались силой природы, ритмом жизни городов, сел, деревень, ну и, конечно, энергетикой наших людей. Выпуск сегодня ожидается насыщенный. Чем он будет богат? Узнаем из краткого анонса. Натяжные потолки – секреты качественного полотна. Ядовитый зонтик – надеваем доспехи и боремся с борщевиком. Папа, мама, я – семейный праздник для жителей Вуктыла. Ремонт квартиры – процесс энергозатратный. Нужно продумать все до мелочей. Планировку, цвет стен, материал пола, расстановку мебели и электроприборов. В общем, список можно продолжать бесконечно. Главное в этом деле – про потолки не забыть. Все о натяжных потолках в нашей рубрике «Это мой дом». Лес начинается с дерева, гласит народная мудрость, а натяжной потолок начинается с полотна. Вот так выглядит место, где создается стиль ваших комнат. Полотно раскраивается под нужные вам размеры, а после готовится к монтажу. Компания «Софит» на рынке вот уже 15 лет – немалый срок. За это время смогли изучить все принципы работы производства. К тому же у них есть собственная фабрика, что позволяет контролировать качество материала. Но вернемся к процессу создания потолков. После подготовительных работ бригада отправляется на точку, чтобы выполнить заказ. Сам процесс монтажа проходит очень аккуратно и быстро. К слову, натягивается «Фит» не только новые потолки. Если вы обладатель порванного или ляпистого натяжного потолка, да и голову на него поднимать уже не очень приятно, вы всегда можете поменять полотно. Занимает это не больше пары часов. К тому же это совсем не затратно. Например, в комнате площадью 10 квадратных метров замена полотна стоит всего 2000 рублей. Почему так дешево, спросите вы? Дело в том, что профили и закладные уже готовы, в отличие от монтажа с нуля. Кстати, вместе с потолком вы можете заменить еще и электрику со световыми приборами на более современные. Но внешний вид – это только один из плюсов. Нельзя забывать и о качестве. Хороший потолок не должен пахнуть, портиться от времени и гореть. Кстати, проверка огнем может доказать качество материала. В своей работе Sofit использует только качественные материалы немецкого производства от проверенных производителей. Один из таких – Tectum. Марка появилась на рынке два года назад, но уже успела набрать популярность. Эти полотна даже прошли испытания МЧС. Сейчас мы проверим, как реагируют на огонь потолок марки Tectum и обычный потолок. Ну что ж, зажжем, друзья. Очевидно, не зажжем. Но это было неудивительно. Друзья, только не торопитесь подносить спички к своим потолкам. Качество материала сегодня можно проверить по-другому. Сейчас появилось полотно с едва заметной ультрафиолетовой маркировкой по всей поверхности. Таким образом, покупатель застрахован от подмены и обмана. Так что можно быть уверенным в качестве на 100%. Как мы поняли, натяжной потолок – это история не только о красоте. Потому заботьтесь о своем здоровье, своей безопасности и выбирайте проверенные компании. Вовремя незамеченное появление борщевика на участке сродни стихийному бедствию. В самое короткое время этот сорняк способен вытеснить с него все культуры. Но это не самое страшное. Растение опасно. В его соке содержатся токсины, вызывающие тяжелые ожоги. Можно ли бороться с вредоносными джунглями? И будет ли эта борьба равной? Узнаем у нашего гостя. Иван, здравствуйте. Андрей, добрый день. Вот к дачным вопросам мы еще вернемся. Но для начала хотелось бы узнать, как у нас дела обстоят с борщевиком, с борьбой борщевиком в республике Коми. Республиканские местные власти уделяют большое внимание этой проблеме. Прежде всего, проведена инвентаризация территорий, на которых произрастает это растение, которое сейчас уже считается сорняком. Разделены все земли, занятые этим растением, на две большие категории. Это земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения. Прежде всего, внимание властей сосредоточено на землях, расположенных на территории населенных пунктов. Именно там борщевик представляет наибольшую опасность. И именно прежде всего, на этих территориях надо с ним бороться. Где люди живут, правильно? Там, где живут люди, да. Иван, скажите, а борщевика много ли в Сыктывкаре, в республике, в районах? Сотни гектар, не меньше сотни гектар. Это много. Как может быть тысяча, да. Это много. А вот как быть дачником? Вырос борщевик на даче. Ведь многие дачники самостоятельно берут косу и идут. Прежде всего, надо помнить о безопасности. О технике безопасности. Это растение жгучее, но не такое, как крапива. То есть, если об крапиву обжигаются люди и стараются к ней не прикасаться, без перчаток, к ней не подходят без одежды соответствующие. Борщевик, в отличие от крапивы, не оставляет ожогов сразу. Ожоги появляются на второй, на третий день. Поэтому надо, прежде всего, одеться соответствующе, чтобы защитить кожные покровы, перчатки. И растение можно просто выкопать. Копать нужно довольно глубоко. Нужно выкопать растение на глубину до 15-20 см. На полный штык лопаты выкопать и срезать его на этой глубине. Тогда растение погибнет. Иван, насколько я знаю, растение было выведено для кормления и скота в 40-х годах. Мы говорим плохо, плохо, все про борщевик. А есть ли какие-то плюсы этого растения? Безусловно. Давайте поговорим о плюсах. Да. Во-первых, растение было внедрено, начиная с поздних 40-х, но активно в нашей республике в 50-е годы началось его внедрение, как эксперименты по его внедрению. Прежде всего, как кормовая культура. Да, знали об этом недостатки, но считали, что обеспечение кормами крупного рогатого скота важнее. Да, здесь мы, вот конкретно мы, ученые, допустили ошибку, что в условиях, когда поля окажутся заброшенными, он сможет очень быстро занять все доступные для него территории. Это свойство его, то, что можно откармливать скотину, как минимум на мясо, это остается, он не потерял своих свойств, да, этих свойств он не потерял. Правда, его сейчас возделывать как сельхозяйственную культуру нельзя. Борщевик, самопроизвольно, который сейчас занимает заброшенные большие поля, на самом деле несет определенную пользу. Многие пчеловоды его ценят как медонос, с одной стороны. С другой стороны, поля, занятые борщевиком, не зарастают лесом. Кроме того, под борщевиком накапливаются элементы питания. Если вдруг все-таки человек получил ожог, что с этим делать? Ожог будет развиваться очень похоже на то, как развивается ожог, там, не знаю, каким-нибудь кипятком, термический ожог, вплоть до второй степени. Обычно, насколько я знаю из разговоров с врачами, большинство людей лечат его самостоятельно. Главное, там, соблюдение стерильности, там, средства какие-то продаются в аптеке. Но, конечно, рекомендовать, я не врач, не могу ни в коем случае давать какие-то конкретные советы. Мои советы надо, нельзя воспринимать как рецепт. Надо обращаться к врачу. Самое главное, не допустить вторичного заражения. Вообще этот ожог проходит, конечно, это очень неприятно, но если поверхность небольшая, кожа затронута, то пережить можно, через пару недель пройдет. А лучше вообще не допускать этого самого? Лучше всего не подходить к борщевику вообще. Иван, спасибо за беседу. Спасибо вам. Все-таки время, проведенное семьей, можно считать по-настоящему бесценным. Родители лучше узнают свое чадо, ну а ребенок учится у своих мамы и папы всему самому полезному. Жители Буктыла знают эту мудрость не понаслышке. Давайте посмотрим сюжет, который нам прислали. На территории городского округа Буктыл состоялся физкультурно-спортивный праздник. Моя спортивная семья. В мероприятии приняло участие семь семей города с детьми в возрасте от 6 до 14 лет. Праздник включал в себя конкурсы спортивной и творческой направленности. После общего построения судейская бригада приступила к работе, а участники представили свои визитки. Быть сильным, здоровым, успешным и смелым считаем главным семейным делом. После того, как волонтеры спортивной молодежи Буктыла объяснили и наглядно показали конкурсы, семьи приступили к нелегким, но очень интересным испытаниям. Спортивные конкурсы чередовались с конкурсами творческими. Здесь участники могли проявить свою смекалку, находчивость и креатив. Всего было проведено 7 конкурсов, где команды выкладывались на все 100%. Упорство и напор участников до последнего не позволял определить лидеров. Все семьи были на высоте. В то время, когда судьи подсчитывали баллы, участников поздравил танцевальный коллектив «Бит Пинг». На награждение заместитель руководителя администрации городского округа Буктыл Полина Александровна Авштейн поздравила семьи и вручила призерам грамоты и призы администрации городского округа Буктыл. Также все семьи, не вошедшие в призы, были награждены по номинациям, грамотами и призами. Занимайтесь спортом всей семьей, ведь Республика Коми – спортивная республика. Мы подошли к середине нашего инфопутешествия. Пришло время отдохнуть. Встретимся совсем скоро. Поберегите силы, впереди много интересного. В эфире студия «Одиннадцать». Чем удивит наша информационно-развлекательная программа в ближайшие 10 минут? Приоткроем завесу тайны. Путешествия в Ляле. Северин Арпа о восстановлении древнего храма. Зеленая весна. Эко-акция в Республике Коми. Дети в Уфсине. Шлемы, экипировки и рабочие машины. Сейчас мы с вами отправляемся в Книжпогостский район. В деревню под названием Ляле. Откуда взялось это название и как там идет восстановление древнего храма, расскажет Северин Арпа. Он побывал там, когда снимал очередную серию проекта «Большой Север». Есть в Книжпогостском районе деревня с красивым названием Ляле. Вот такое интересное название у села Ляля. Откуда оно взялось? Ну, есть очень много предположений, откуда оно могло взяться. Первое предположение, которое легенда, говорят, Стефан Пермский, когда плыл по реке, увидел, что тут на берегу люди веселятся, ля-ля-ля, ля-ля-ля, и поэтому, говорит, всем быть тогда тут ляльками, лялями. На самом деле коми-название – это ляль, вот, а в переводе, как говорят с финско-угорского, ляль – это враг с источником. Это подходит, действительно, и есть другое предположение, что вот на коми-языке там говорят ляль к муну или там крутой спуск. Других действительно, когда спускаете с ляльской горы, там такой аж душ захватывает. Других финно-угорских народов переводится как заболоченное место. А действительно, первая деревня, которая была, она была на правой стороне, в уме. И это место действительно заболочено, очень много сырости. И поэтому решили, видимо, перебраться на левую сторону, где по суше. В деревне есть древняя церковь, которая сейчас тоже восстанавливается. Храм ценят. Интересный исторический памятник. Он очень красивый. Не так давно над Богоявленским храмом была установлена золотая маковка с крестом. Сюда регулярно приезжают желающие помочь. К примеру, на Пасху приезжали на субботник представители мотосоюза Коми. Мы часто участвуем в подобных мероприятиях. Нам это интересно. Мы продвигаем свою мотокультуру, тем самым своими приездами, своими путешествиями, своими мотопробегами. И, конечно же, и мотопробег 8 километров от Сыктывкара в хорошую погоду многим доставил удовольствие. Ну и, конечно, мы поработаем на благо храма, нашей веры. Мы сами просто этим хотим заниматься, мы занимаемся, получаем вот это удовольствие. Тем самым подаем пример другим. И эти примеры дают свои результаты. В общем, здесь будут рады любой помощи. И даже если вы просто съедете с трассы, чтобы посетить древний храм и поставите свечку за счет о здоровье. Новую серию проекта «Большой Север» смотрите сегодня на нашем канале в 20.15. Ну а мы движемся дальше. Выходные пролетели незаметно. И я хочу кое-что сказать, а то вдруг Андрей забудет. В преддверии Дня России в рамках акции «За Родину, за Россию» на Стефановскую площадь столицы Коми вышел государственный ансамбль песни и танца «Асья-Кы». Хоровые коллективы по всей стране исполнили гимн России в знаковом месте региона. Результатом станет ролик всероссийского исполнения. Как это было у нас, сейчас узнаем. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Погучая воля, великая слава, Твоё достояние на все времена. Пусть на улице лето уже разыгралось, предлагаю поговорить о весне. Экологический субботник «Зелёная весна» – традиционная, массовая и ожидаемая акция федерального масштаба. Жители всех регионов России объединяют свои усилия, показывая не на словах, а на деле свою любовь к природе и окружающему миру. Коми регулярно озеленяет наш мир. Подробнее о проекте наш гость. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Что из себя представляет «Зелёная акция»? Экологический субботник «Зелёная весна» – это акция, организована неправительственным фондом Вернадского, которая проводится с 2014 года. В ней участвуют более 70 субъектов Российской Федерации. Основная задача – это, конечно, приведение в порядок тех территорий, которые есть в каждом субъекте Российской Федерации. Ну и, наверное, самая ключевая задача – это всё-таки формирование ответственного отношения к окружающей среде. Татьяна, вот сколько лет Республика Коми, наш регион, принимает участие в этой акции? Республика Коми с самого основания акции с 2014 года является активным участником. Надо отметить, что именно в 2014 году Республика получила приз за активное участие. А в год столетия Республики мы с радостью сообщаем, что наша Республика Коми стала победителем в экологическом субботнике «Зелёная весна». Здорово. Вот по каким критериям проходит оценка участия того или иного региона? Да. Значит, основные критерии – это, конечно, массовость участия населения в процентном отношении ко всем жителям того или иного субъекта и количество собранного отходов, которые люди убирают во время акции, и той площади, которая была очищена населением во время проведения тех или иных природоохранных мероприятий. У нас, нужно сказать, что да, мы активно участвовали, поэтому у нас приняло участие около 10 тысяч человек из 11 муниципальных образований и убрано более 680 га-территорий. Вот еще раз, наша Республика в этом году победила. Чья это заслуга? Какая у вас команда? Большая, небольшая? Как все проходило? На самом деле, это победа всей Республики, всех жителей, потому что, наверное, количество жителей больше, чем 10 тысяч, это только тех учтенных, которые, собственно, мы имеем информацию о том, что они выходили. Но ведь люди выходили и самостоятельно убирали территорию возле своих домовладений. Мы, конечно, отмечаем вклад наших предприятий, которые выходили массово на уборки. Мы отмечаем и наши руководители администрации муниципальных образований, которые провели уборки, но и отдельных наших активистов. Наверное, все знают Республики Коми, нашего активного Человека-паука, Александра Чепурка. Не могу ни о нем сказать, потому что, наверное, он является тем примером, заразительным для того, чтобы мы своими силами делали мир вокруг нас чище и лучше. Татьяна, а вот что дает победа нашей Республике? Ну, победа нашей Республике, прежде всего, дает нам чистую территорию. Нужно это прежде всего отметить. Мы со своей стороны, мы говорим об эко-просвещении, все-таки мы за этими акционными вещами видим, наверное, возможность еще раз людям напомнить, что мир у нас один, и нужно к нему ответственно относиться. И, соответственно, только мы, наверное, в ответе за то состояние окружающей среды, которое нас окружает. Как проходило награждение? Вот нам интересно, какие эмоции вы испытывали, впечатления? Нужно сказать, что праздник действительно удался, потому что это был День эколога. Все проходило на берегу реки Москвы, на природе. Был собран достаточно большой и обширный состав участников. Это практически все регионы Российской Федерации, которые побеждали в тех или иных, кроме победы в экологическом конкурсе «Зеленая весна», еще и были другие конкурсы, которые проводятся неправительственным фондом, поэтому обстановка была самая благоприятная, потому что собрались единомышленники, все люди, которые так или иначе связаны с вопросами охраны окружающей среды. Ну, еще раз поздравляем с победой, желаем удачи. Спасибо большое. Спасибо вам, Татьяна. Для младшего поколения сотрудники УФСИН провели настоящий спортивно-патриотический праздник. Дети работников службы исполнения наказаний КОМИ познакомились с работой спецназа. Своё владение боевыми искусствами продемонстрировали ребята-бойцы отряда САПСАН. Детям также показали оружие и экипировку спецназа, шлемы и бронежилеты. А на учебно-тренировочной площадке своей работой с четвероногими подопечными поделились кинологи. Что, ребят? Сужен, собак! Барни! Дети познакомились и с рабочей техникой ведомства. Впечатлил ребят БТР. Его можно было исследовать даже внутри. Ну, а сотрудники ведомственной пожарной охраны не только позволили мальчикам и девочкам изучить рабочую машину огнеборцев, но и дали ребятам почувствовать себя пожарными. В каске и куртке они тушили воображаемое возгорание. Такие встречи, как поясняет ВУФСИН, не только дают детям представление о работе родителей, но и помогают ребятам определиться с будущей профессией. Иногда животные выдают такие вещи, что хоть стой, хоть падай. Посмотрите на этих котиков. Ну, не уморали? Друзья, наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Грейтесь в солнечных лучах, ловите каждый момент лета и будьте здоровы. Кстати, о здоровье. Не откладывайте свое решение о вакцинации от ковида. Помните, что прививка – это гарант безопасности не только для вас, но и для ваших близких. Это была «Студия 11». До встречи в эфире. Пока!